мы продолжаем программу тема дня это значит что вы на телеканале тонн тв вместе с александром вальдманом вам наверняка известна знаменитая мысль информирован значит вооружен это мысль в общем то известно еще с античных времен но мало кто станет со мной спорить надеюсь по крайней мере что эта мысль в общем то актуально и сегодня особенно если мы говорим о периоде в котором находится наша страна теракты следует один за другим и вооружить вас наших телезрителей знаниями о том что нужно делать или каким образом получить компенсации если не дай бог вы или ваши близкие оказались в теракте вот этим мы сегодня и займемся вооружить нас и вас и нас и на и всех всех кто с нами вместе поможет адвокат игорь гонд махер игорь добрый день добрый день игорь насколько я знаю компенсации и пособия пострадавшим в терактах определены израильским законом о он так и называется помощи пострадавшим от враждебных действий закон этот был принят в семидесятом году кто подпадает под действие этого закона насколько он скажем так эффективен и не устарел ли он ведь прошло слава богу уже 45 лет как и многие другие законы в частности этот закон издали их много лет назад но есть определенные поправки в законе также и в вышесказанном есть поправки которые законодатель принимает в определенный период по обстоятельствам на мой взгляд этот закон и очень удачный и есть возможность случае травмы случае душевной травмы физической травмы есть возможность получить денежную компенсацию от битуах клюми на русском языке это называется министерство национального страхования вот что нужно делать в такой ситуации когда человек извините перебью просто походу я буду подкидывать да да пожалуйста вам вопросы если в законе четкое определение что такое теракт или враждебные действия сам из самого названия почему я считаю что закон удачный потому что он очень что такое теракт и что такое случае произошел тот который произошел от вражеских действий он очень обширный и отсюда следует что практически любое действие прямое или косвенное может попасть под название теракт который принято законодателем это может быть действие за границей это может быть действие которые против государства израиль это может быть действие армии вражеские это может быть действие террористической организации это может быть действие частным лицом которая преднамерена против гражданина страны именно на фоне национальной ненависти. — А как доказать, что условно вечером я гуляю по Иерусалиму, на меня набрасывается, не дай бог, опять же, араб с ножом, как доказать, что это теракт, а не обычное хулиганство? — Вопрос хороший, такие случаи действительно бывают. Все зависит от обстоятельств. Если нападавший не задержит, он убежал. — В такой ситуации, так же, как я сказал, все это обстоятельства, если же, допустим, у человека не украдены вещи, это было именно нападение с ножом, скорее всего, что это будет расценено как вражеское действие, как теракт, так же обстоятельства рассматриваются, в какое время это произошло. — А как доказать, что это араб? Темно, я не вижу, араб это или еврей. — Здесь версия человека, который сообщает о случившемся, пострадавшей, если он утверждает, что он видел лицо, видел так же повязку, местонахождение, если он сообщает моментально, с его слов, что это именно был араб и именно террорист, скорее всего, также зафиксировать эти показания у врачей, скорее всего, не будут сильно копать, так скажем, скорее всего, да. — Да, признают это как террористического акта, потому что, как я сказал, закон удачный, который охватывает практически очень много ситуаций и косвенных. Даже когда есть спорный момент, скорее всего, что да, примут в сторону человека, если все это оформлено вовремя. — Вот теперь оформлено где и как это оформляется? — Здесь уже вопрос практики, из практики могу сказать, что желательно в такой ситуации моментально зафиксировать случившееся, моментально обратиться к врачу, зафиксировать, что произошло, какие органы задеты. — Что в первую очередь важно сделать, обратиться в полицию или все-таки к врачу, или зависит от ситуации? — В первую очередь желательно обратиться к врачу, только потом уже обратиться в полицию, тоже как можно быстрее все это сделать, зафиксировать четкое место, время. Почему? Потому что Министерство национальной Битуах-Леуми национальной страховки делает проверки, а также представители Министерства обороны тоже делают проверку и проверяют именно, как и вовремя будет зафиксироваться. — То есть компенсациями, непосредственно за компенсациями следует обращаться в Битуах-Леуми, Министерство национального страхования, там есть какие-то специальные формы бланков, как это делается? — Как и другие обращения в Битуах-Леуми, на все есть бланк, нужно заполнить его, нужно приложить медицинские документы, нужно приложить данные о доходе человека, нужно приложить обращение в полицию, и обратиться именно в филиалы, которые находятся по месту жительства. Все это нужно сделать как можно быстрее. Несмотря на то, что закон говорит о 12 месяцах подачи, желательно подать как можно быстрее. — От чего зависит размер компенсации родственникам погибшего в терапии? — Компенсация зависит от семьи. То есть, если, допустим, у погибшего не осталось детей, компенсация будет равна порядка, не будем входить сейчас в точные суммы, но примерно около 6 тысяч шекелей, в зависимости от индекса цен, а также, если у погибшего есть еще и дети, есть еще и жена, то компенсация, в зависимости от количества детей, компенсация будет выше. — Всего 6 тысяч? — В этих пределах плюс-минус. — Совсем ничего. — Да. Относительно других пособий в битуахлюми, это считается относительно еще и высокое пособие. Если есть дети, это выше, конечно же. Это может дойти, есть определенные надбавки, это может дойти до 10-12 тысяч шекелей. — Есть какая-то формула расчета? — Есть формула расчета, которая берет во внимание именно, кого оставил человек, сколько детей, возраст, работает ли супруга, не работает. Все эти параметры берутся во внимание. — Компенсации положены только гражданам Израиля или только гражданам Израиля? Или, допустим, есть рабочие иностранные, есть, в конце концов, те же самые иностранные рабочие, которые находятся нелегально. Им положена компенсация? — Положена компенсация жителям Израиля, также кто имеет израильское гражданство, также туристы, которые прибыли в Израиль легально, подчеркиваю, легально. И также, если это произошло, скажем, за границей, не житель Израиля, но он работает у израильского работодателя, ему тоже положена компенсация. В случае, если же по законам той страны ему не положена компенсация по их закону. — Игорь, скажите, пожалуйста, существует ли возможность подачи апелляции, если вы не согласны с тем решением, которое вынесло Биту Ахлюми по отношению к вам? — Как любой иск, который обсуждается медицинскими комиссиями Биту Ахлюми, также и в частности в нынешней ситуации, есть возможность обжаловать в течение 60 дней, есть возможность обжаловать, подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Там находится, в отличие от первой инстанции, где один врач, там находятся три врача. И есть возможность изменить решение комиссии. Это еще не все. Если же и вышестоящая апелляционная инстанция вынесла решение против пострадавшего, есть возможность перевести дело в суд по рабочим конфликтам, именно у него полномочия разбирать подобные дела. Но там есть определенные ограничения, можно подать такой вот иск именно по юридическим вопросам, не по медицинским. — Игорь, вопрос о том, о чем мы уже говорили. Вы сказали, надо как можно быстрее подать все документы, обратиться туда-сюда. Вообще существует ли какой-то крайний срок, в течение которого надо подавать эти все документы? — Вообще закон говорит о 12 месяцах, в течение года нужно подать. Но, как я уже сказал, желательно действовать оперативно, как можно быстрее. Мало того, я хочу добавить еще некоторый очень интересный факт, что кроме как физической травмы, есть еще и душевные расстройства у людей. Например, упала ракета, после чего человек попал в депрессию, после чего он ночью плохо спит. И в такой ситуации нужно моментально, сразу же в этот момент, как упала ракета, зафиксировать это желательно в больнице, в приемном пункте, а также провериться моментально у психиатра. И недостаточно это сделать один раз, а нужно регулярно обследоваться. И только в таком случае есть возможность получить компенсацию. — Игорь, может быть, покажется хитрым вопрос, но в случае, если человек пострадал в теракте по дороге на работу или когда он возвращался с работы, это считается производственной травмой или терактом? — Да, в такой ситуации это и теракт, и производственная травма, как и бывает и в дорожных происшествиях. Это может быть и дорожные происшествия, человек может подать иск против страховой компании машины, ХОВА и против Битуах-Люми. То же самое и здесь. Желательно, я рекомендую в таких ситуациях, подать и по дороге пострадавших в теракте, и по направлению производственной травмы, чтобы Битуах-Люми признал и производственную травму, и теракт, чтобы у пострадавшего была возможность выбрать по какому направлению идти. Этот вопрос, по какому направлению идти, может быть в некоторых ситуациях сложный. Например, когда у пострадавшего высокая зарплата. В такой ситуации я склонен идти все-таки по производственной травме, потому что компенсация по инвалидности базируется на зарплату пострадавшего, которая была средняя зарплата 3 месяца перед травмой. Если же зарплата ниже, грубо говоря, желательно все-таки идти по линии теракта. Почему? Потому что там есть определенная схема, независимо от его зарплаты, компенсация по процентам инвалидности. — Допустим, существует ли такая практика, что человек погиб в теракте, компенсация по соответствии с израильскими законами, как я понимаю, не очень высокая. Может ли семья обратиться в суд, подать судебный иск против семьи террориста, чтобы те выплатили дополнительную компенсацию? — Конечно, такая возможность имеется. Это никак не отменяет возможность получения компенсации по закону, который мы здесь обсуждаем. Такая возможность всегда существует. Эти иски, конечно же, непростые. непростые в чем? Простые введения, доказуемость здесь более-менее ясна, а именно взыскать эту компенсацию с тех самых семей, это очень сложно. — Но можно. — Но такой, конечно же, вариант имеется. — Еще вопрос, Игорь, мы говорили по поводу людей, которые попали в теракт по дороге на работу, с дороги. А вот есть ли принципиальная разница в начислении компенсаций наемным работникам и частным предпринимателям? — Здесь схема похожа на схему в производственной травме. Биту Ахлеуми, человек, который работает наемным рабочим, проверяет его доходы за последние три месяца. В отличие от предпринимателя, он должен показать доход за последний год, и это является базой компенсации. Но я подчеркиваю, это именно в момент, в тот период, когда он обращается к врачам, первые три месяца оплачивается ему такого рода компенсация. Как я уже сказал, инвалидность не зависит, пособие по инвалидности не зависит от его зарплаты. Это именно в период, когда он обращается к врачам, ему, можно сказать, оплачивают вот этот период, что он не работает. — Игорь, и последний вопрос, наверное. — Скажите, пожалуйста, помимо компенсаций людям, оказавшимся в теракте, какие льготы предусматриваются для этих людей? — Как и в других законах Битуах-Леуми, опять повторяюсь, производственная травма, так и здесь есть различные льготы. Я подчеркиваю, в этом случае льгот гораздо-гораздо больше, чем в производственной травме. — Например? — Есть льготы на, скажем, кондиционер, человек пользуется. Есть льготы на отопление, есть льготы на проезд, есть различные льготы на телефон и так далее, и так далее. Есть очень много моментов, которые очень легко проверить, также можно обратиться в Битуах-Леуми, также есть и в интернете, эта информация очень доступная. Самое главное — это добиться инвалидности нужной, после чего можно и получить все вот эти льготы. Опять же, это зависит от уровня инвалидности. Более тяжелые пострадавшие пользуются гораздо более широкими и значительными льготами, как помощь в покупке машины, например. Также дополнительное пособие на передвижение, аналогичное пособие передвижения в Иске-Битуах-Леуми по другой дороге, если идти. Кроме этого, есть еще различные пособия тяжелым пострадавшим, которые не работают, те люди, которые нетрудоспособны. Есть очень значительная надбавка. Есть дела, которые доходят и до 12, и до 14 тысяч шекелей. Люди, которые очень пострадали, не могут вернуться на работу. Опять же, здесь есть элементы, есть ли дети, нету детей, сколько детей. И различные другие льготы, которые положены этим людям. Поэтому, как я вначале сказал, закон, на мой взгляд, один из удачных, который есть. Этот закон, закон по дорожным авариям, кто пострадал в следствии дорожной аварии, тоже присоединяется к более удачным законам, с которыми я сталкиваюсь. — Спасибо за этот интересный разговор, Игорь. Надеюсь, друзья, мы с вами теперь все вооружены и знаем, как бороться не только с бютовыми хлюми, но и с другими организациями. Спасибо, всего доброго, Игорь. Спасибо. — Спасибо. — И мы продолжаем программу.